Игорь Штихов, сегодня не лётно, но первые республиканские соревнования по авиамоделированию решили не отстрадывать. Несколько ракет в небо уже запущено, ждём результатов ещё остались. В управлении административного контроля все замечания оперативно передавались. На полёт ребят настраивает Александр Ермолаев, фанатик авиамоделирования. Выучил делать ракетопланы сотни ребятишек. Нам сказали, что здесь один из самых юных участников соревнований. Здравствуй. Как тебя зовут? Меня зовут Высочин Росислав, я занимаюсь третий год. Скажи, сложно делать самолёты? Самолёты не очень есть, но у вас есть поляшка победы. Вот это вот кто всё вытачивает, вот это вот все детальки. Это всё надо вытачивать вручную и очень аккуратно. А скажи, какое такое расстояние способен летать? Это самолёты островом могут прилететь практически весь этот остров. Что это за агрегат? Что это такое? Это запускательная установка. Вот так устанавливается сама модель. Она садится и вот из этого двигателя вот такие есть контакты. Их мы подключаем. Одно нажатие кнопки и ракета запущена. Делать её строго из бальзовой древесины она очень лёгкая. А вот ракетомодельный двигатель оказывается настоящий дефицит. Купить такой просто негде. Проблема настолько жестокая и жуткая, честно. Мы ищем везде каналы. Даже вот на Китай пытаемся выйти там закупать, там продают. Самое главное на этих состязаниях засечь время полёта. Максимальная фиксация аппарата в воздухе 4 минуты. Правда, бывают старты неудачные. Ну, видели, у вас там взрыв что-то был, не пошло добывать что-то взрывается что-то. Ну, это как и в настоящей космонавтике, так же и у нас. Ракеты взрываются в небе и у нас тоже здесь, да? Сегодня день космонавтики. Так, а что это значит день? Это праздник такой. Ну, а что случилось в этот день? Полетел первый космонавт. Так, и как его звали? Юрий Гагарин. Молодцы, знаете. А что у вас в руках, расскажите за агрегаты? Ракеты. Так, сами сделали? Да. И что сегодня вообще за день, ты знаешь? День космонавтики. Ага, а что в этот день произошло? В этот день произошло... Ну, ты, наверное, знаешь. Ну, всё, давай. День космонавтики. И что в этот день-то произошло? Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Так. Летел на Луну. Не все знают про первого космонавта, зато все эти ребята прекрасно разбираются в ракетопланах и знают, сколько ньютонов должно быть в двигателе, чтобы он летал дольше. На следующих соревнованиях ракет обещают еще больше. Желающих их делать своими руками и тех, кого притягивает небо среди мальчишек, становится с каждым годом больше. Мария Латышева, Бато Гармын. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова